Ну что, Дмитрий представит свои доклады сам. Раз, два, три, четыре, прием, космос. 1727 год, если не ошибаюсь, и первое описание генеративного искусственного интеллекта как раз было, кто-нибудь читал «Путешествие Гулливера», он же там не только в страну лилипутов, там с лошадьми он общался, помните, да, и была там такая летающая страна, которая как называлась, помните, точно, читали. Да, там в центре был огромный такой алмаз, который, собственно говоря, обеспечивал тягу, и вот багаж знаний, который был в этой стране, были мудрецы, это по-нашему как раз, не знаю, то ли программисты, то ли специалисты по искусственному интеллекту, они крутили специальный барабан, ну как раз вот на иллюстрации здесь показан барабанчик, да, и буквы выстраивались таким образом, что получались слова, из которых можно было получить какой-то ответ. Собственно говоря, про это, это про то, что вот сегодня происходит, какие-то маленькие примерчики я постараюсь показать, поскольку у меня как бы цветнот такой, да, я буду очень быстренько. Дмитрий, нет цветнота, мы, у нас есть еще подведение итогов, мы можем занять оттуда время, так что да. Если занять оттуда время, потом придется отдавать. Примеры предельно практические, как это уже существует, как, и в принципе, если кому-то надо, то вот можно так сделать. Значит, пример первый, цифровой консультант, вот как раз, когда мы про внешнеэкономическую деятельность говорили, это огромное количество нормативных документов, притом многие из них не то чтобы грифованные, но закрытые, там, ДСПшные документы, да, и с ними как-то надо работать, тем более они относительно быстро меняются. Существуют поисковые сервисы, любые, ну, там, запустили поисковую какую-то машину, проиндексировали, что-то вы получили. В чем разница между стандартным поиском и какую ценность или практическую ценность, да, то, о чем вы говорили, как раз привносит использование искусственного интеллекта? Вот, слайд, да, две части. Это ответ на один и тот же запрос в двух разных, в две разных, в два разных подхода. Здесь в случае, как, ну, предельно аполитичный вопрос про шаровый смеситель, да, слева то, как отвечает обычная поисковая система, она дает набор документов, где, в которой где-то что-то написано про это дело, да, ну, там, порядочные преливатности. Справа с генерированной системой ответ на вопрос, что конкретно нужно делать для того, чтобы разобрать шаровый смеситель. С обоснованием сверху ссылочки на те документы, на основании которых получен этот ответ. Если я ему не доверяю этому ответу, я могу обратиться к исходной документации, почитать там, понятно, предельно понятная разница, да, Что нам сэкономит больше времени, левый ответ или правый? Правый. Второй пример, более сложный, комплексный такой пример. Цифровая система управления человеческим капиталом. Ее в каком-то смысле можно проецировать на управление учебным заведением, цифровой образовательной средой, но у меня просто корпоративный пример такой. В управлении персоналом, человеческим капиталом, человеческими ресурсами на предприятии есть основные фазы, основные процессы, вернее, всего этого. Это когда вы набираете сотрудников в организацию, когда вы, проходит онбординг, когда они входят в должность, да, адаптируются к среде, в которой должны выполнять свои функциональные обязанности. Регулярно проходит оценка их деятельности, по результатам оценки проходит обучение и развитие, в зависимости от того, что вы выявили, чего не хватается сотруднику или работнику. Ну и какой-то блок мотивации, потому что мы знаем, что есть пирамида потребностей, про которую мы говорили в первой части, да, и там на базовом уровне он на что? Безопасность, да, мы про нее тоже говорили. Но есть и верхний уровень, и там признание, да, и так далее, вот это как раз про мотивацию. И процессы, которые могут быть или уже в существующем варианте, где применяется искусственный интеллект. Значит, ну чуть поподробнее, вот, например, оценка и обучение. Как происходит совместная деятельность специалистов, сотрудников компании, HR-ов, людей, которые отвечают за управление человеческими ресурсами самого сотрудника, и как мы встроили в эти процессы систему искусственного интеллекта. Вот так вот. Например, HR, он описывает должностные обязанности. На основании этих должностных обязанностей искусственный интеллект генерирует профиль специалиста, модель компетенции, всякие там индикаторы, проявления этих индикаторов, описание уровня развития, опросники. Все то, что чаще всего вы, ну, вернее, в некоторых случаях вы можете получить из, иногда это называют там трудовые функции, да, из неких наших государственных стандартов. Но не всегда. Значит, дальше. На основании вот этой модели, которую верифицирует HR-специалист, HR настраивает, параметризирует ее, да, там устраняет какие-то недочеты. Дальше он запускает процесс оценки, который сотрудники проходят. По результатам процесса оценки система нам позволяет кластеризовать, выявить разные группы сотрудников, кого нужно обучать, а кого обучать уже бесполезно. Кого в кадровую комиссию уволить, да, а кого премировать. А кого премировать не нужно, потому что для него нематериальная мотивация важнее, чем материальная мотивация. И так далее. Там много всяких разных сценариев. На основании этого строятся индивидуальные планы развития сотрудников, персональная для каждого. Искусственный интеллект помогает сформировать перечень мероприятий, которые позволят сотруднику развивать в соответствии с целями бизнеса и его непосредственно профессиональной деятельностью. Подобрать учебный контент, если он есть, а если его нет, этого учебного контента, его создать. В том числе и контрольно-измерительные материалы, там или тесты, про которые мы с вами говорим. Вот это уже действующая цепочка, она работает. И это как-то конкретный пример. Ну, здесь просто слайды про то, как это... Потом, кому любопытно, в презентации можете посмотреть поподробнее, как там на основании должностной инструкции строятся. Там профиль специалиста, учебный контент формируется. И как раз эти тесты, про которые мы тоже с вами уже много говорили. Где еще это может быть использована? Например, в процессах подбора персонала. Ну, я уже сейчас не буду подробно тоже рассматривать это. Но точно так же встраивается в бизнес-процесс подбора персонала и система искусственного директора, которая помогает, например, сформировать программу адаптации сотрудников. Притом, это индивидуальная программа. Не вообще, там, создали группу учебную, и вот всех учим одинаково, да, в этой учебной группе. Да, это все очень-очень персонализировано. Главная ценность, которую мы здесь получаем, заключается в том, что мы в значительной степени сокращаем время на многие процессы и, соответственно, трудозатраты, да, в которые все это выливается. Вот такой второй пример. Третий пример. На самом деле, про него, я коллег своих сейчас приглашу, да, про него отдельное выступление, но поскольку мы тут все перемешали уже, как полагается, это стокастически на основе вероятности модели и матричных вычислений, то, наверное, можно попросить, да, вот следующую сразу презентацию запустить, чтобы я тут, да, подривание не... Оно как продолжение. Скажите, коллеги, кто-нибудь смотрел сериал «Задача трех тел»? Китайский вариант, американский. Книжку читали, все правильно. Вот я китайский не смотрел, но несколько первых серий осеял в американском варианте. Вот там такое есть устройство, но один из персонажей как раз надевается вот на голову, и это вот в чистом виде про то, каким будут нейроинтерфейсы, а это уже про человеческий интеллект. Они немножечко сейчас в другом форм-факторе, мы это сейчас увидим с вами, но тем не менее, вот эта часть про то, как мы с вами можем работать с еще человеческим интеллектом. Я сейчас перейду туда, я думаю, осуществует работать коллектив. Хочу также напомнить, как и в истории про свифта, что далеко не мы, не наше поколение придумало нейроинтерфейсы. Исторически известный пример, когда Александр Македонский набирал свою армию по-нашему уже сотрудников, он проводил испытания, в зависимости от того, бледнел человек или краснел, его либо брали, либо не брали соответствующую должность в этой истории. Это первый пример зафиксирования истории, связанный с нейроинтерфейсами. Теперь, наверное, мы сейчас попробуем живьем это показать. Я тут сюда вот перейду. Можно там, да, открыть ссылочку. Сейчас экран превращается. Выйти в эфир. Если вдруг будут нам мешать какие-нибудь блокеры и локеры, то мы тогда на уровне презентации. Так, есть. Так, Оксана, мы ждем вас. Куда-то делась наша Оксана. Оксана. Всегда, знаете, такой визит-эффект, когда... Да, сейчас мы... Ждем подключения. Нет, но она должна здесь появиться. Вот именно этим мы и занимаемся. Оксана, мы вас ждем в этом, в окошечке. Бежит. Значит, другой форм-фактор, вы сейчас его увидите. Я надеюсь, если трафик между Петербургом и Москвой нам позволит это сделать. О, приветствую. О, приветствую, Оксана. Приветствую, Оксана. Наверное, меня слышно, да? Да, это наш сотрудник. Спасибо, Оксане, большое, что она много раз нам помогает продемонстрировать свою умственную деятельность перед нами. Но смысл в том, что вот это устройство на голове... Может быть, прошу, коллег, да, лаборатория знаний московской. Да, да, да. Да, Дмитрий, ты так быстро передал мне слово. Коллеги, представляйтесь, пожалуйста. Да, меня зовут Сергей Горюшко. Я психофизиолог из компании лаборатория знаний. Отвечаю за научную составляющую. И так уж получилось, что, несмотря на то, что мы занимаемся нейроинтерфейсами, у нас достаточно много заказов из области образования. Вот. Сейчас, собственно, гиперметод наши партнеры, которые внедрили нашу платформу и наши данные у себя, сейчас они продемонстрируют, что у них получается. Я, честно говоря, к тому, к этой демонстрации никакого отношения не имею. То есть все тут происходит как есть. Никакого запланированного скрипта нет. Вот. Да, надевает, соответственно, просто вот так. Нейроинтерфейс — это просто устройство, которое... Да, да, да. Которое просто считывает электрическую активность головного мозга. То есть вот... Да. Мы сегодня много рассуждаем про искусственные нейронные сети, и там что они могут, что не могут. Да, вот у нас в голове, как называют ее ученые, мокрая нейросеть. Вот. У которой тоже есть определенные вещи, которые мы можем считывать, понимая... Мысли мы не читаем. Да, как бы, кто говорит, что можно с помощью такой штуки прочитать мысли, и бессовестно врет. Там всегда такие очень большие... Как бы, появляются громкие статьи, что вот, мы увидели, о чем человек думает, какие образы фантазирует. Нет. Да, как бы, это обычно все связано с тем, что очень плохо написана статья, и очень хотелось выпендриться. Но по факту можно считывать, в каком состоянии сейчас находится мозг человека, который носит нейроинтерфейс. Да, он устал, он стрессует, он сосредоточенно внимает, он в состоянии потока. Все это делается тоже с помощью, по сути, машинного обучения. То есть машинка умеет по электроэнсифолограмме, страшненькая такая вот, кривая, наверное, многие проходили в поликлиниках, да, там, эго делали, вот, когда там, шапочку на голову, гель такой, да. Вот, по сути, нейроинтерфейс — это все то же самое, только в более модной обертке. Да. Раньше поэтому умели понимать, только есть у человека эпилепсия, нет у человека эпилепсии. Теперь с помощью методов машинного обучения можно понять, в каком состоянии человек находится. И уже вот эти вот данные, которые понятны, да, вашему ученику сейчас, насколько у него загружена рабочая память, насколько он сейчас сосредоточенно вас слушает, уже можно использовать как аналитику для каких-то образовательных задач. У нас основная задача от корпоративных университетов, да, которым интересно понять, а насколько курсы, которые они дают сотрудникам, вообще сотрудники их слушают. Тест дать несложно, особенно если ты знаешь что-то по теме обычно. Какой из двух вариантов преподавания одного и того же курса был интереснее, более увлекающий? И оказывается, что это тяжело сделать, если спрашивать у людей прямую обратную связь. То есть спросить, вам понравилось вступление? Да, конечно, понравилось. Все замечательно, приходите еще. Только после какого-то выступления, результаты фирмы через полгода растут, после какого-то падают. Кто-то использует полученные знания, кто-то не использует. Почему? Да, по большому счету, это полиграф, только с более гуманными задачами. Я в прошлом полиграфолог, поэтому эту сторону неплохо знаю. То есть можно пытаться делать обучение, с одной стороны, мы себя привыкли к массовому обучению, что нам надо делать более стандартизованные курсы, которые лучше заходят всем подряд, делать лучше тесты, но можно пытаться за счет новых технологий вернуться обратно, делать автоматическое обучение более персонализированным. Например, вот старая идея про адаптивные форматы обучения, когда если ученик у вас не справляется с тестом, вы направляете его на более простой вариант объяснения всего того же самого материала, только другими словами, еще раз, попроще, полегче, но подольше. Вот можно теперь это делать, не делая сложных тестов, а можно замеряя прямо в процессе, не дожидаясь, когда ученик с тестом через два месяца, можно это делать сразу. Вот он прослушал маленький участок, вы увидите, что человек ничего не понял, он сидел в прострации. Если хороший преподаватель, это заметит и так, если вы глазами посмотрите, но если у вас один хороший преподаватель на 30 человек, сделать он с этим ничего не может. Если у вас есть онлайн-система, которая на это реагирует, вы можете уже модифицировать индивидуальную образовательную траекторию ученика, как модно выражаться, чтобы в итоге он лучше запомнил все тот же самый материал. Собственно, это зачем гиперметод вроде хотел это у себя внедрять, а в успех они расскажут самостоятельно. Да, как раз вот в реальном времени вы сейчас видите, как устройство, которое там, в Петербурге, находится, передает сигналы куда-то на сервер, к вам в лабораторию знаний, там это все обрабатывается, а затем данные выводят прямо сюда для меня, как я сейчас в роли преподавателя, я вижу, как у Оксаны основные доминирующие сейчас параметры изменяются, какие основные тут меряются, когнитивная нагрузка, концентрация человека, когнитивная нагрузка, то есть насколько он глубоко погружен в тематику, стрессовое состояние на экзамене, например, когда вы приходите и что делать, увлеченность, интересно или нет, креативность, тоже, да, мы сегодня про креативность, как немножечко говорили, и эти данные с небольшим, правда, временным лагом, там несколько секунд, они здесь на графике показываются в реальном времени. Судя по тому, что у Оксаны растет стресс, мы явно рассказываем что-то, что не до конца хорошо реализовано. Мы несколько месяцев назад показывали это для школьных преподавателей, и в качестве человека, у которого было это надето на голове, они не поверили сначала, сказали, вот там Михаил Иванович какой-то, давайте на вас проверим, и задавали ему вопросы. Самый стрессовый вопрос был преподавателю школы, как вы думаете, какой? Точно! Я его спросил, какая у вас заработная плата? И тут, да, вот эта кривая, так, дык-дык-дык-дык-дык-дык, в общем, да, совершенно верно. Можем с вами проверить, но у нас просто времени не очень позволяет, вот мы можем подкидывать задачку Оксане, я тут ее подготовил, не знаю, если она не подсматривала еще, то, да, и посмотреть на графики, ну, опять же, с некоторым запаздыванием, как меняется, как меняется, так, где она у нас тут, вот, параметры ее состояния. Для чего это нужно? Да, это мы все встроили, у нас есть наша платформа такая, вот мы пользуемся здесь линком, да, мтс-линком бывший вебинар.ру, у нас есть своя собственная платформа, она в большей степени именно для обучения, и поэтому это много разных особенностей, но не суть важна. Для нас у нас была первичная такая задача, это работа, удаленная работа, домашнее обучение для детей с ограничениями по подвижности. И преподаватели не любят очень дистанционное обучение, хотя оно гораздо, ну, в прямом смысле дешевле, да, не нужно ездить, там, и больше можно уделить ребенку внимание. Почему? Потому что она говорит, мы не понимаем, что с ним там происходит. И вот мы попытались дать возможность преподавателю понять, а что же происходит с ребенком, что там у нас изменилось. конъективная нагрузка выросла, то есть так само явно дмитрий, вы немножко ошиблись, я не могу не поправить. Конъективная нагрузка это мера загрузки рабочей памяти человека, то есть у нас память, мы в отличие от компьютера, не можем удержать гигантский контекст, у нас реально вылезает совсем немного элементов в нашу память. Обычно там раньше говорили 7 плюс минус 2 элемента, элемент это слово, понятие, концепт, абзац, что-то, что мы можем очень легко оперировать, без дополнительных усилий. Сейчас говорят, что то ли люди потупели, то ли теперь не только студентов проверяли, но теперь 4 плюс минус 1 соответственно элемент влезает в память. Судя по всему, Оксана вначале пыталась условия задачи взгрести, вот всю вот эту систему уравнений простеньких вгрузить, нагрузка на память выросла. Если бы она этим не занималась, соответственно, просто посмотрела бы и сразу все решила в уме, то нагрузка на память не росла бы. Ну, в общем, предварительно вот так вот, штука работающая. Я думаю, что мы на этом, наверное, подведем какую-то черту. В какой-то степени, да, это наше выступление, оно такое дискуссионное, провокативное для того, чтобы мы с вами могли сопоставить потребности, реальности жизни и применимость такого рода вещей в вашей конкретной деятельности. Кейсов, наверное, можно придумать много, да, там от профилирования учебных материалов, когда человек читает и где-то в каких моментах у него возникают затруднения, да, до групповой аналитики, когда мы можем сравнивать активность по разным параметрам учебной группы и смотреть, кто из студентов условно смотрел в окно во время занятия, а кто реально решал какие-то задачки, да, вот примерно так, ну, решили, что поделиться с вами было бы полезно, да, этим результатом, тем более, что ровно год назад мы начинали этот проект и на предыдущей конференции была такая затравка, да, вот посылы, что мы хотим сделать, а сейчас мы отчитываемся за год, мы сделали, на следующей конференции наверное о чем-то еще более грандиозном расскажем. Коллеги, я думаю, что раз у вас комплекс презентаций, я буду вас прерывать на прямо вот на вопросы, которые задают там в основном из онлайна, прочту. Михаил Кушнер, красивая логика, пока процедуры с кадрами строились людьми, красивая логика, пока процедуры с кадрами строились людьми, как только ситуация начинает стагнировать на базе АИ и HR, вижу риск загнивания, о котором шла речь ранее. Нет? Да. Просто риски они всегда есть, они разные, и задача основная заключается в том, чтобы эти риски вовремя купировать, если ты про них знаешь. В общем, ну да, риски везде есть. Спасибо, теперь мы знаем про этот риск и будем его купировать. Следующая реплика, но я боюсь, что она была привязана к какому-то конкретному моменту. Вопрос Александр Харыбин, а где креативность? Креативность тоже есть. У нас, кстати, как параметр для одного крупного зелененького банка нас попросили сделать, точнее так, нас спросили, а может ли ваша система по показаниям мозга определить, человек сейчас активно генерирует идеи или не очень. И как раз специально, по сути, для этого заказчика мы делали систему, которой получилось определить, вот человек сейчас прям активно перебирает идеи или нет. То есть, вот все, что вы видите, там слова, стресс, увлеченность, концентрация, за ними на самом деле стоят вполне себе конкретные вещи. То есть, если погружаться, то это значит, что мы давали людям какую-то задачу, например, запомни как можно больше слов, а потом тебе надо будет вспомнить, было это слово среди тех, которые надо было запомнить или нет. Чем больше мы слов человек даем запомнить, тем больше нагрузка на память. В какой-то момент человек, соответственно, начинает ошибаться, отвечать медленнее, мы понимаем, ага, память на пределе. Значит, вот этот вот участок электроэнсфолограммы, это участок, когда у человека высокая конъективная нагрузка. Соответственно, участок, когда он сидел, ничего не делал или пока он справлялся, это участок с низкой конъективной нагрузкой. Машина учится, по сути, находить те самые признаки страшненькой волны электроэнсфолограммы, которые отличают одно состояние от другого. Также для креативности. Мы могли давать заданиям, например, придумать как можно больше способов использования иголки, карандаша, кирпича. Там есть набор традиционных психологических заданий, которые призваны проверять у людей, есть у них креативность или нет. И мы знаем, что люди, которые хорошо справляются с этими креативными задачами, в момент генерации идеи у них мозги работают по-другому. По сути, машина ищет в АГЭ, те самые признаки, которые отличают мозги человека, которого сейчас голова кипит и генерирует новую идею, от того, который, например, критикует их и пытается разобраться в том, что уже нагенерили. Так, друзья, давайте убыстряться. Значит, Елена Локтева. Интересно, что дает высокий показатель стресса на экзамене? Что с этим делать, если учесть, что на экзамене стрессуют все примерно всегда? Ну и сразу задам вопрос, точнее реплику от Михаила Кушнера. Коллеги, интересно было бы реальный кейс применения? Окей, да. Про стрессы экзамен, да, конечно, то есть любая система должна затачиваться под условия своего применения, да, у нас есть как бы, скажем так, мы в системе закладывали основную логику на отслеживание отклонений от фонового состояния. То есть, понятное дело, что, как сказать, день на день не приходится, иногда человек не выспался, он устал, иногда у него экзамен, базовое состояние плавает. Но, как бы, если мы хотим в рамках этого экзамена построить какую-то аналитику, нам интересно посмотреть, да, относительно вот этого уже повышенного уровня стресса, где какие элементы экзамена, допустим, там, письменная часть, устная часть, сочинение в ЕГЭ, да, или еще что-нибудь, не знаю, будут наиболее стрессовым для человека, где больше всего ошибок будет вызвана не тем, что он не знает, да, а тем, что он не смог воспроизвести свои знания из своего неоптимального функционального состояния. Вот как-то так я бы ответил. Ну-ка, давайте из зала один вопросик. Пожалуйста, микрофончик и назовите. Ваша система, конечно, интересная, а вот возможно ли с помощью вашей системы оценить оперативно психотип, по новаринке, например, доминирующие и сопутствующие вот это вот, ну, вы знаете, о чем я говорю. Можно сделать, соответственно, специальную задачу, да, вот то же самое, провести специальное обучение, то есть состояние без деятельности не имеет смысла, да, то есть просто смотреть на вас в графике. То есть, известно, что есть рекомендации, что людей определенных психотипов, ну, рекомендуется на такие-то должности, такие самые, вот поэтому. То есть, если мы с вами сделаем систему, в которой, соответственно, у нас есть фиксированная задача, которая помогает эти психотипы разделить друг от друга, тестовая задача, да, и у нас, соответственно, есть четкий набор критерий, по которым это психотипы друг от друга, кто-то уже разделил, какой-то эксперт, другая какая-то система, да, то мы сможем сделать там более простую, более дешевую, более быструю систему, которая делит одно на другое. Ну, оперативно, я говорю, что будет. Да, это как раз техническая задача. Интересно. Коллеги, спасибо. Ну, что ж, а мы тогда сейчас приступаем. Давайте последний только, да. С медицинской точки зрения, как это влияет на мозг, с медицинской точки зрения, как это влияет на мозг, это первое. И второе, надев вот этот колпак, я считаю, это уже стрессовое состояние организма, как это влияет в дальнейшем. Правильно? Спасибо большое. Спасибо за вопросы. вопросы хорошие, всегда у нас спрашивают. Сам все электронисфолограф на мозг никак не воздействует, он считывает, соответственно, информацию, но не током не бьется. Есть устройства, которые током бьются, мы их не используем. Есть небольшая, соответственно, медицинский вред с точки зрения того, что там есть радиоканал, ну, то есть там идет блютуз-передача, то есть если вы носите блютуз-наушники, то у вас точно такой же вред, как отношение нейроинтерфейса. Он есть, но он микроскопический. Соответственно, вторая часть вопроса связана, по сути, с тем, опять же, что мы считаем здесь за норму и за отклонение. То есть вот к вопросу об экзаменах, когда человек надевает нейроинтерфейс, у него состояние другое, ему интересны, кажется, что в голове кто-то копается. И мы уже поверх вот этого, как бы его нового, измененного состояния смотрим, а какие были отклонения, связанные с конкретными участками контента, с конкретным преподавателем, с его участием в группе, еще где-то. То есть нам не интересует его базовое фоновое состояние почти никогда. С другой стороны, как бы мы проверяли специальные исследования, будут ли лучше учиться те, кто просто надевает нейроинтерфейс и ничего не делает. Мы никакой обратной связи не даем. Мало ли, вдруг там просто от того, что они шапочку на голову надели, стало лучше. Нет. Не лучше и не хуже. То есть там разница в результатах экзамена 1%. Ну, то есть, идеальное совпадение. То есть вот знаменитый психологический конторский эффект от того, что просто участники экспериментальной группы будет лучше работать. Ну, вот в нашем ситуации не подтвердился.